Поговорим про поиск максимума, впрочем и минимума тоже, который очень похож на поиск максимума. Допустим, у меня есть последовательность чисел, среди которых я хочу найти максимальное, или последовательность спортсменов, среди которых я хочу найти самого сильного. Что я для этого сделаю? Я заведу некий постамент, куда буду ставить временного самого сильного, или временный максимум. В тот момент, когда все кандидаты пройдут и посоревнуются с тем, кто будет стоять на постаменте, естественно, что заменой, то у меня получится, что там останется как раз самый максимальный. То есть, что я, по сути, буду делать? Я поставлю сюда первого попавшегося, вот этого вот товарища, и дальше все остальные, все остальные, они будут с ним соревноваться. Этот, потом следующий, потом следующий. Если очередной х окажется больше, чем этот максимум, текущий, то он просто занимает его позицию. То есть, м присваивается значение х. Ну и на этом, собственно, все. Можно написать индуктивную функцию, которая будет полностью соответствовать вот этому. Ну, как у нас флагами было, соответствуем критерию. Вот можно написать полный аналог на языке чистой математики. Но мне нравится красивая запись вот такая. То есть, м равно наибольшему из старого м и х. Ну, в чистом виде, красивая индуктивная форма. Но на языке си функции максимум для двух переменных нет. На питоне есть, си плюс плюс есть, на чистом си нет. Поэтому у вас по умолчанию вот это не заработает. Но можно использовать тернарный оператор. Тогда будет что? М равно максимуму из. Для этого мне нужно что проверить, что х больше, чем м. И если да, то я кладу туда х, а иначе оставляю там м. То есть, вот такая форма, она вполне себе формульная, без всяких лишних операторов. Просто с тернарным оператором условного вычисления. Но все-таки в этом случае преимущество будет именно за вот этой формой. Дело в том, что часто бывает интересно не просто найти максимум. Давайте посмотрим на программу, в которой будет реализовано вот это. Проверим, что эта формула работает. А потом будем уже принимать какие-то следующие решения. Итак. Вот программа, она считывает числа с клавиатуры и останавливается, когда х равен нулю. Ноль в данном случае не входит в последовательность. Он является терминатором, терминальным значением, останавливающим считывание и обработку. Ну и, соответственно, все, кто не ноль, они попадают на вот эту формулу и соревнуются с тем, кто стоит на позиции временного максимума. Давайте посмотрим для конкретных чисел, как это дело у нас будет срабатывать. Ну, там, не знаю, 1, 15, 20, 100, там, 40, 8, 0. Пожалуйста, максимум равен 100. Давайте еще какой-нибудь пример. Можно числа поменьше, не так много, не знаю, минус 10, 5, 1. Ну и ноль в качестве терминатора. В этом случае максимальным числом было 5, потому что мы же не по модуле, а по значению смотрим. Ну и давайте еще одну последовательность введем. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Ну и терминатор 0, чтобы это дело остановить. Считывание, да, и мы видим, что он пишет максимум 0. Но вы знаете, этот 0, это не тот 0, который я ввел с клавиатуры. Можете мне поверить, я могу сейчас поставить в качестве терминатора какое-нибудь другое число. Там, не знаю, 777 какой-нибудь. Оно будет в качестве терминального, да, и я все равно увижу в этом случае, да, 777 будет в качестве терминатора. Вот, максимум 0. Откуда 0 этот ползет? Ну, на самом деле, я тут немножко вас подобманул. Я вот эту перемену M инициализировал. Дело в том, что если бы я туда никого не поставил, то было бы еще хуже. Потому что моя программа стала бы работать непредсказуемо. Переменные не бывают пустыми. Переменные не бывают совсем пустыми. Там какое-то значение бинарное, оно хранится. Понимаете? Я получил в пользование память, назвал ее переменной буковкой M. Но там что-то лежит. Дай бог, если 0. А на самом деле это может храниться в какое-то случайное число. Дело в том, что на доске я нарисовал одно, а сделал другое. Я стал обрабатывать числа в цикле, и х первый у меня тоже обрабатывается как первая итерация цикла. А на доске я нарисовал, сказал, что первого просто поставим в M. Это по-другому тогда надо записывать. Это надо брать и записывать вот так. Так мне нужно отдельно, вне цикла, делать одно считывание первичное. Вот тут вот еще. Делать первое считывание. И вот тут вот класть в M. Вот здесь. Класть в M состояние х. Понимаете? И первое число у меня автоматически попадает в максимум. А вот все остальные у меня действительно... Ну, в этом случае мне не нужно делать выход из серединки. Да, я могу на самом деле сделать выход прямо вот тут. Вот так я брейк сейчас отру. Вот так вот сделаю. И я считывать буду следующее число в конце цикла для следующей итерации. Ну, между прочим, даже компактно получилось вполне, да, без брейка. Вот. Но я вот показывал такое считывание уже, в котором я считываю х для следующей итерации. Вот. Ну, вот в этом случае у нас будет все окей. То есть у меня... Сейчас, прошу прощения. Максимум... Что там не то? А, его не устраивает отсутствие фигурной скобки. Он прав. Так. Все. Вот теперь, по-моему, все правильно. Поехали. Что? Я беру какие-нибудь числа. Эти минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус... Неважно. Максимум минус 1. Интересно, а почему он у меня с это 777 же не было? Сработало почему-то. Только еще разок. Минус 1. Максимум минус... Что-то он шалит. Негодник. А, пока х не равен. Прошу прощения. Ну, давайте еще раз. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. 777 в качестве терминатора. Пожалуйста, максимум равен минус 1. Да, вот теперь он совершенно логично работает. Ну, давайте, не знаю. Даже если все слабаки, то, тем не менее, у меня, пожалуйста, вот среди них он находит наибольшее число. Вот. В чем дело? Оказывается, для индуктивной функции поиск максимума состояние для пустой последовательности, значение этой функции для пустой последовательности не определено. Ну, как деление на ноль. Вот скажите мне, допустим, есть пустая последовательность спортсменов. Кто из них самый сильный? Точнее, какова сила, да, самого сильного? Или каков рост самого высокого? Да. А если никого нет, то мы не можем ничего назвать. Мы не можем сказать минус бесконечность. Понимаете? Мы не можем сказать ноль. Мы не можем сказать, там, 10 сантиметров, метр, два. Нельзя. То есть, у меня состояние вот этого m на самом деле должно быть неопределенным. Неопределенным, но такого у переменной быть не может. Поэтому вот эту информацию о том, что у нас там сейчас никого нет, мы должны как-то хранить отдельно. Но все-таки есть способ, который чаще всего используют. А именно, мы можем поставить сюда не число, не реальный член последовательности, а как бы число заменить. Ну, нет, реально, это будет все равно число. Но дело в том, что все вот эти вот х, которые у меня будут попадать и анализироваться, они будут у меня принадлежать, прошу прощения, некоторому диапазону чисел. А сюда я могу поставить чучело, которое заведомо слабее любого из вот этой последовательности. Еще раз. Вот эти самые хитые, они у меня принадлежат по условию задачи некоторому диапазону допустимых чисел. Но не может быть такого, чтобы по условию задачи у вас эти х были вообще от минус бесконечности до плюс бесконечности. Такого быть не может. То есть, у вас есть какая-то граница, минимальное допустимое состояние х, максимальное допустимое состояние х. Так вот, в этом случае вам достаточно будет поставить в качестве начального состояния максимума, ну, не знаю, м0 можно написать, но в принципе просто начальное состояние, в начале, что туда? Положить самое минимум, ну, минус 1. Если вы пройдете, проанализируете все вот эти х, а состояние, не все, да, проанализируете последовательность, а состояние останется вот в этом состоянии, то что будет означать? Что реально ни один человек и не посоревновался, что последовательность была просто пустой. Понятная ситуация? Поэтому мы должны внимательно читать условия задачи, когда осуществляется поиск максимума. Очень удобно поставить туда вот этого манекена, некого чучела, с которым все будут сражаться. Естественно, что первое же попавшееся реальное число, да, оно, первый член последовательности, он оттуда спихнет, да, и он займет его место. Да? То есть, вот это вот действие, оно произойдет. Вот, но уж если этого не произойдет, то мы можем по состоянию вот этого вот проверить, что обновления не было. Особенно это бывает актуально в той ситуации, когда поиск максимума происходит с фильтрацией. С фильтрацией. То есть, мы хотим, например, искать максимальное четное число, а нечетные не должны входить. У меня есть такой образ, представим себе, что я устраиваю соревнования среди девочек, но поток у меня включает и мальчиков, и девочек. Соответственно, у меня есть и девочки где-то здесь, да, вот мне нужно так, чтобы соревновались реально только девочки, да, и была максимальная среди девочек. Да, в результате зафиксировано. А мальчиков надо просто отсеивать, отфильтровывать. Так вот, возможно, ситуация, если мы сейчас попробуем это просто тупо внедрить в нашу программу, то получится не совсем то, что мы хотим. Ну, давайте это дело внедрим, посмотрим. Итак, я вот здесь вот в этот поиск максимума ставлю под условия. Я говорю, если у меня число х четное, да, если х процент 2 равно 0, вот тогда и только тогда я начинаю искать этот самый максимум. Ну, в смысле, его включать в соревнования. Вот, и окажется, что у меня, вот давайте посмотрим, например, там, не знаю, 234, 128, 623, 1200, там, ну, давайте еще какой-нибудь там, 100001. Специально ставлю число, которое очень большое. Что там, у меня 777 в качестве терминатора. Надо сейчас 0 вернуть в качестве терминатора. Мне не нравится 777. Короче, он нашел действительно максимум среди четных. А теперь контрпример. Ну, единственное, что давайте верну обратно 0, чтобы 0 был терминатором. Вот. Ну, вот такая ситуация, смотрите. 999, 800, 140, не знаю, там, 600. Ну, давайте еще какое-нибудь там вот большущее число нечетное введем, 0. И оказывается, что у меня один мальчик, одно нечетное число, сумело пролезть, да, в соревнование девочек, и в нем поучаствовать и выиграть. Как это получилось? Ведь у меня стояла фильтрация. Да у меня бы стояла фильтрация на четность числа. А дело в том, что первое число инициализировало максимум без фильтра. И попытка вставить туда фильтр вот таким вот простым образом, то есть вот сюда вот поставить вот так вот и написать вот так, она к хорошим последствиям не приведет. Потому что, ну, а что если у вас вдруг этот x оказался таким мальчиком? Ну, ничего там. В этом случае у вас, оказывается, там не специально инициализированное чучело, а некая неинициализированная переменная со случайным значением. Но все плохо. То есть у нас получается, что вот это вот на самом деле не годится. Потому что может оказаться, что у нас в этой очереди не один мальчик в начале стоит, а один, два, три, четыре. В пределе их только мальчики и стоят. Но в начале получается, что будет задача найти вообще первую девочку. То есть просто отфильтровать и бежать, бежать, бежать по последовательности в поисках первого числа, которая все-таки четная. И его поставить тогда в максимум. Нет, это слишком сложно. И вот именно в этом случае оказывается выгоднее и проще сказать, не, ребята, давайте ну его это все в пень-колоду. Мы просто заложим в максимум какое-то предельно маленькое значение, допустимое для... На самом деле, конечно, я могу взять ну типа двойки в степени 31 со знаком минус. Ну вот, не знаю. Ну да, давайте 2 в степени 31 я могу это вот так вот записать. 2 со сдвигом вправо. На 31, да. Ну и со знаком минус. Вот так вот получится. Я надеюсь, что это дело сработает. Вот. Будет плохо, если не сработает. На самом деле, 2 в степени 31. Сейчас как-то можно быстрее сделать. Что-то мыслей нету сразу. Ладно. Не суть важна. Не суть важна. Значит, что я хотел сказать. А x я просто, да, вот считываю, но максимум не инициализирован этим тараканом. Тогда у меня первое же число, оно уже проходит через фильтрацию. Понимаете? Оно уже проходит через фильтрацию. Не возникает, не может возникнуть того, чтобы нечетное прошло туда и попало. Так, еще теперь один момент. Я хочу, допустим, найти не само число, не значение максимума, а хочу найти местоположение максимума. В этом случае мне придется использовать еще одну индуктивную функцию, считаемую одновременно. Это номер числа. Если бы здесь был цикл for, я бы заранее знал количество этих чисел на входе, я просто брал бы и индекс местоположения. Но у меня здесь неизвестно заранее количество чисел, поэтому я просто беру и начинаю считать их вручную. Для этого я ввожу переменную и, да, а кроме максимума, не, ну, знаете, мне все-таки не очень нравится. Давайте минус какой-нибудь там, не знаю, миллион один, например, да, или просто минус миллион запишу, и да, и числа у меня, соответственно, минус 999 тысяч. С таким числом будет все в порядке. Так вот, я введу еще переменную, которая будет maxindex me. me переменная будет. И вот этой переменной me я буду задавать значение местоположения. Считать, перевычислять его я буду следующим образом. Соответственно, i плюс равно 1. А вот запоминать этот me мне нужно при смене максимума. То есть мне придется отказаться от математической формы и написать в прямом виде, когда x победил m, то он занимает его место, то есть копируется в m. И при этом m, i, то есть местоположение индекса, оно вот текущий i запоминает. В результате у меня есть и фильтрация, и запоминание места. Ну, я добавлю сюда еще. Теперь maximum position. Соответственно, у меня будет не только m распечатываться, но и me. Ну и, если не ошибаюсь, все должно работать хорошо. Давайте запустим. И посмотрим на каких-нибудь конкретных числах. Например, 10, 30, 20, 60, 40, 50, 80, не знаю, давайте еще что-нибудь там, 190. У меня сейчас 100 должно идти на позиции 8, на самом деле, потому что я индекс начинаю от 0 считать. Ну и 0 в качестве терминатора. Вот видите, максимум position 9. То есть если начинать от 0 считать, то вот эта сотня находится на позиции 9. Ну, собственно, сейчас все числа четные, поэтому реальной фильтрации тут не происходит. Да, кстати, еще один момент, обратите внимание, что я считаю индекс для всех чисел, включая четные и нечетные, а уж вот максимум у меня идет только для, проверяется и ищется только для чисел четных. Ну, вот так вот устроен поиск максимума. Поиск минимум будет отличаться только тем, что я буду, во-первых, выдавать значение максимально допустимое плюс 1 в качестве начального, да, а во-вторых, я буду сравнивать в обратную сторону. Буду говорить, если x проиграл, ну или, скажем так, выиграл в поддавке, да, то есть вот здесь вот знаки, они разворачиваются. При этом max-index mi будет хранить в себе позицию первого среди прочих равных, потому что у меня строго меньше для минимума, строго больше для максимума. Соответственно, если у меня есть несколько одинаковых и при этом максимальных чисел, ну, давайте я верну к максимуму, да, одинаковых и при этом максимальных, в этом случае он запомнит местоположение только одного. Если я хочу считать количество равных максимальному, то мне придется делать дополнительные приседания. Да, действительно, можно одновременно и однопроходным алгоритмом, ну, как индуктивной функции, считать не только максимум искать, но еще и количество равных ему в последовательности. Как это делается? Мне нужно тогда еще одну переменную завести, mn, maximum number, да, и я ее, когда у меня появляется новый х, который победил всех предыдущих, то есть я как бы говорю, давай я разрешу, что называется, стоять там не одному, а сразу нескольким. То есть что у меня есть несколько одновременно самых сильных. И количество, значение-то у них одинаковое, да, но реально их количество контролируется просто второй переменной mn. Так вот, когда приходит новый человек, который всех победил по силе, ну, в смысле каждого из них по отдельности, вот, то есть он больше их по значению, то он не только занимает эту позицию, но он еще и сбрасывает снова в единичку, он говорит, я тут стою один. Понятно, да? А вот если он не победил максимум, то это еще не значит, что этот х надо совсем отбросить. У него есть шанс, а именно, else if, иначе если. Если х равен максимуму, тогда в этом случае он, не меняя состояние m, ну, что делает? Увеличивает mn, то есть у меня mn плюс плюс, ну, или плюс равно 1. Ясно, да? Ну, правда, в этом смысле, в этом случае переменная m и начинает играть непонятную роль, а зачем нам, собственно, индекс первого из максимумов равных, среди прочих, если мы считаем их количество? Ну, такой вопрос отдельный. Может быть, их надо было бы запихивать в какой-то, эти m и ты, запихивать в какой-то последовательности, и эту последовательность занулять, если вдруг у нас происходит снова обновление, а здесь запихивать последовательность вот здесь. Ну, в общем, это такой вопрос странный, а надо ли это делать, то есть одновременно эти вещи обычно не ищутся. Вот. Ну, это все или почти все про поиск максимума. На этом второй урок. Заканчивается, но не заканчивается не совсем. Я напоминаю, что есть еще практические задания. Выполняйте их и переходите скорее к третьему уроку. Мы будем там проходить массивы. Это сложная структура данных, но именно на них начинается самое интересное.